Здравствуйте, друзья! Это видео является обзором домашнего хозяйства отца Владимира Головина. Отец Владимир больше 30 лет живет на земле, и он согласился поделиться с нами полезным опытом того, как организовать хозяйство, чтобы это было максимально эффективно и требовало минимум времени. Это видео сейчас актуально как никогда, ведь в последнее время тема переезда из города на землю для многих приобрела особую актуальность. Очевидно, что сегодня на земле жить гораздо безопаснее, чем в городе, и с военной точки зрения, и с продовольственной, и, конечно же, в первую очередь с духовной. Что ж, будем учиться у тех, кто имеет положительный опыт жизни на земле. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. И чистить не надо никогда. Меняем раз в три года. Здесь у нас зона костровая мы называем, а здесь вот у них летние клеточки, здесь молодняк. подрастает. Если это не откровное будет, земля потихонечку превратится в мертвую. Казавулар! А не пататашки понимают. Алга, алга, алга! Ну как же, паташка, они жилы, должны знать. Здесь у нас беседочка, а нам ее подняли второй этаж. Почему-то городскому жителю кажется, что это очень сложно. Совсем некий хлопут. Здесь переход, и это на хозяйственный двор. Что вот летом ли в дождь, зимой ли в снег. Вот здесь у нас это вот, скотина, кстати, сарайчик в ней. Там птичник отдельный. Но все под одной крышей, все в одном месте. Вот, вот птичник. Вот, вот они тут у нас, бабульные птички. Вон убежали. Здесь у них, вон, гнездышки из кирпича. Вот он ведь такой небольшой. Он очень небольшой. Вот это специально для человек. Вот горожный здесь. Здесь у них корм. Там у бабуль всякие шприцы и прочее для них. Метелочка. Свет включить здесь надо. Все это. Красный свет для них, вот, естественно, это птицы. Лаз такой крупненький, потому что у нас были индюки, например. Здесь были индюки, цесарки, куры, даже гуси. И всем хватало места. Тут все прекрасно умещается. Вот. И на полу, а хотел обратить внимание, чего здесь. Хочу поделиться этим. На полу здесь земля, на ней слой рубероида. А сверху, ну, наверное, все-таки четверть и две слой. Опилки. Кто птичку держал, то знает. За ним нужно чистить. Плитку положишь, он холодным. Многие будут мерзнуть. Доски зимой в калах замерзает, нет скоближ. Доска будет потом гнить по весне. Неудобно. А это опилки. Они перемешиваются, всегда чист. Мягкие, теплые. Курица прыгнет с наседлов. Хоть индюк. Грудью ударился, а пол ушибся. Нет, на опилке хорошо. Они прямо в опилке тут гнездочные наделают, лежат. Очень удобно. И чистить не надо никогда. Меняем раз в три года. Некоторые там кладут какие-то микробы, чё ли. Ничего я этого не знаю. Просто опилки раз в три года меняются. И всё. Раз в три года производится уборка. Они уже тут такие будут, что их прямо на грядочку, и на возгучу, и в удобрение. Батюшка, скажите, какая должна быть последовательность? Допустим, горожанин решил приехать из города на землю. Ему нужно сначала построить дом, ни о чём не думая. Или можно параллельно там разводить животных, разводить скотину и параллельно строить. Как бы вы посоветовали, какая последовательность должна быть? Я бы предложил сначала своё жильёбу строить. Потому что если строить, даже нанимать людей, всё равно нужно убираться, следить за людьми, складировать привезённый струйматериал, это нагрузка будет. А сначала лучше заняться домом. Когда дом перешли, главное сделано, а тогда и животин заводить. Тем более, что животин – это не машина, не мотоцикл. Это живое существо. Им нужен тоже дом. Да, пускай это маленький, примитивный, курятник, овчарня, неважно, но это их дом. Там не нужно удобство человече, но там должно быть сухо, довольно-таки тепло зимой, насколько это нужно в данной животине, или прохладно летом. То есть вот делать это минимум им. И тогда заводить сначала себя, потом животин. Дом лучше вот так. Не лезть в центр села. Это мы приехали в городские, жить в центре города. Всё под рукой. В деревне везде центр. Лучше на окраине жить. Вот как мы, даже не в улицу. Вот, вот. И для скотинки хорошо, и самим выйти хорошо. Вот у нас прямо здесь, прямо тут грибы. И я сегодня ушла подальше. Не на 20 шагов от дома, ну, а шагов на 50. Здесь и далее будут размещены фрагменты видео с YouTube-канала жены отца Владимира, матушки Ирины Головиной. Её канал называется «Моя жизнь в деревне». Ссылку вы сейчас видите внизу. Также активная ссылка есть в описании к этому видео. И вот опять грибы. И вот такими вот хуртинками они... А вон целая стайка. Как раз дружинка находит. То есть стоишь на одном месте и буквально нарезаешь грибы. Вот такие вот яички тут. Настоящие. Домашние. Да. И что самое удивительное, у них желток не желтый. Оранжевый, в отличие от магазина, у которого синь черный. Это тоже имеет значение. Вот это вот курятник. И он, видите, размер его маленький. Она всё хватает. Четыре вида птиц держали, повторюсь. Индюки, куры, цесарки, гуси. Сейчас, правда, куры. И сколько здесь вот... В принципе, здесь пространство небольшое. Сколько здесь птиц? Да хоть 40 голов. Да? Хоть 50. Здесь квадратов 15. Это, да, вот так по ощущению? Да, да, наверное. То есть большие пространства не нужны для птицы? Нет. Нет, не нужны. Они не сидят за перечей. Они и зимой выходят им погулять. Ну, походите. Они только ночуют фактически. За перечки. Хочу обратить внимание. С обоих сторон. И с той и с другой стороны. Куда она входит? Вот куда вы запираетесь? Куда входит? Никуда. Это очень важный момент. С обоих сторон открыть, закрыть. И в никуда. И здесь, если дырочку ей будет входить, зимой мороз сыграет, и она не будет запираться. А это всегда запрется-напрется. Без проблем. Такая вот удобная вещь. Дальше идем. В данном случае лучше начать все-таки с птиц. Она меньше всего ухода требует. А из птиц сам просто это куры. Если кто не знает статистику, самая большая разновидность птицы в мире какая, это куры. Потому что очень легко держать. Нет проблем. Там яичко от своей курочки. Реально оранжевое желточко. Вкуснейшее. Это на все. И в первое, и в второе, и в пироги, чего угодно. И это минимум ухода. Просто минимум. Количество кур все равно сколько. Оно и 10, и 20. Это невелика разница. Бросил им зерна, водички дал. Ну, какие-то отходы будут с стола. Они все съедят. Кур едят все. Потом какие-то особенности есть. Но это все потом по ходу. Мелочи. Вот зимняя карда. Вот. Карда – это летний выгул? В смысле уличный? Да, выгул уличный. Сейчас вот открыты все эти окна сделали. Здесь мы видим, вот они. А зимой закрыты. Вот они закрыты так зимой. А летом, чтобы воздух ходил, жара бы не застаивала здесь. Вот. С полосы все открыты, воздух ходит. И одно именно сеточка. И чужих птиц нет. Залетает маленький воробь. Ну, он залетел один. То есть зимой здесь температура немного выше, чем на улице? Заметно выше, чем на улице. Ветра нет, все закрыто. И вот это прозрачное все на солнышко пропускает, как теплица. Тепло греет. Они весь день здесь ходят. Весь день. Только на ночь заходят уже спать на седла. Им хватает. И здесь же зимой у хозяйки кролики. Вот. У нее четыре тут места. Как вы себя чувствуете? Угу. Все хорошо у вас? А сено-то? Сено-то накидали, а? А летом увидим другое. На летних выгул аналогично, только уже там больше. И здесь у нее вот закуточки, как были, как и у него птиц был больше. Тут куры, здесь гуси, например, были на зиму оставались, там индюкили. А летом тут хлушка с цыплятами. А надежда. Ну что? Что? Успокоилась, да? Успокоилась, ты моя хорошая. А то ведь как ты воевала со мной, с цыплятками, да? Тут насыпано гравий. Вон там в углу песок. Но они уже все вытащили его. Привезем нового песка. Они купаются в нем от всяких паразитов, чтобы. Куры такие любители покопаться везде. А может, если найдут землю, ой, счастья их нет предела. И червячков они здесь поклюют, и просто в земельке поваляются. Счастливые капунцы. Земляные ванны принимают. Ну, а у этого красавца своя персональная джакузи. Вон, как закопался. Животные птицы могут быть такими забавными иногда. Просто глаз радуется и сердце глядя на них. Здесь же летняя водичка. Как я говорил, бесплатная. Исключительно. Но с крыш. Вот. Вот она. Вот бак. Напоить их, если надо. Хватать с избытком. А здесь выход уже, как мы называем, зимней кардой. А это летняя. Они зимой-то выходят сюда. Ну, когда уже тепло, мороз, снег, не пускаем особо. Птицы в шикарных условиях. Вот тут и летняя, и зимняя. Все. Все есть, да. И вон они, вон там. А там специально валину посадили, чтобы тенечек было прятаться, где было в тенечке. Вот все. Таким образом, вот здесь они у нас живут и радуются жизни. На пол тоже насыпали гравий, чтобы грязь не было, даже когда вон дожди бывают осенью. Малечка, они в нем шевыряются, клюют, им уже надо. Пропал вот огород. Прям пропал, вот колит. И травку им кидаем. Они это у нас клюют. У них вполне достаточно, хватает всего этого им. На витаминчик. Они у нас четко очень несутся. Яичек всегда много. Еще сегодня мы с маленькими помощницами покрасили части яиц. Это у меня индюшины, а это цесариные яйца от своих птиц. Два дня я с внучками делала декупаж яиц. Это салфеточки. Яйца цесариные. Я их отварила. Потом они у меня остыли. Загрунтовала. Нижним слоем салфеток и верхним слоем красивых салфеток делала такой красивый декор. Еще я успела к своей коллекции валеных яиц сделать два яйца еще. Осталось мне их только теплой мыльной водой замылить, чтобы они стали гладкие и не пушились. Кур вас не сильно много хватает этого? У нас сильно много кур, Олег Милый. Вот для нашей семьи это сильно много. Представь себе, если кур, например, 10 штук несутся каждый день. 10 яиц каждый день. Десяток. Ну, это вот съесть на десяток. А потом мы еще милостив Всевышнего Господа да благословится святое имя от дня и до века православные. У нас 5 месяцев в году посты. Если суммировать, среда 5,5 посты 5 месяцев. Почти полгода. Ну, так не едим. А тогда копятся еще подавно. Хватать за глаза и с избытком. И тоже приходится корм покупать для них. Но если посчитать, сколько корма, сколько яиц, и вот цыплятым мясо, то вот мясом все окупается. Яйцо бесплатно получается. Опять скажу, вернее, правду. Покупаем за деньги корм, как же яйцо бесплатно? Мясом, которое колется, уже окупается. И это мы просто еще не завязываемся тем, чтобы, например, пух собирать, подушки делать. Если потом будет желание, чтобы больше, чем яичко было, те же курочки. Вон сейчас на гнездо посмотрите. Или сейчас инкубаторы небольшие продают. Это очень эффективно, кстати. Цыплятки. У меня Пасха полна сюрпризов. Вы посмотрите. Сейчас стало переворачивать яйца, а тут вы просто «Мама дорогая, какой красавец! Господи, твой милый! Один сидит, это цесаренок. Сука, еще только 20-е число. Милый, я тебя не ждала. Прости, пожалуйста, так». Потом неплохо если птицы это типа бройлеров. Они очень быстро растут, очень вкусное мясо и тоже очень немного ухода. Вот. Начинать с этого. А если потом дальше, тут опять где живут люди, если нет рядом естественного водоема, то, например, утки лучше не заводить. От них вонища, грязища. Вот, значит, и мыши, и крысы, кто угодно. А если есть естественный водоем, то это очень выгодно, очень удобно. Их отправил, подросли, и они придут после конца весны, только уже осенью, когда лед встанет. Даже кормить не надо. Придут на гулен, жирные, пожалуйста, прекрасное мясо. Но это где есть естественный водоем. И нет лис, например, а то лис тоже могут строить парад побед. Гуси некоторые делают, что они их ведь колют только раз в год. И круглый год не колют их. Их колют на лед, когда морозу дает, лед, снег, у них пух и сало нарастает. Они в это время самые вкусные, а в другое время они невкусные. Вы что, какие дотошные! Что вы пристали к девчонке? Она ко мне пришла, а вы, смотри-ка, ко всем надо прицепиться. Со птицей немного хлопот, да? В плане обслуживания, кормить, боить? Совсем никаких хлопот. Никаких? Просто никаких. Можно вот так. Люди делают, вот там наподобие такие кормушки продают. Туда внутрь насыпаешь зерна, а не круто, оно ссыпается. Раз в неделю можно приходить вообще. Раз в неделю. А если он, емкость для воды большая? Раз в неделю. Пришел, собрал, яйца ушел, все. Ну вот мы живем в деревне, каждый день приходится маленько чистить на огородных грядках, день через день кидаем траву им. А на раздень приходят кормы дать маленечко, водичку забрать, яички собрать. Ну вот я говорю, даже полы бы чистить, и этого не приходится делать. А вот сетка наверху это для того, чтобы коршун на нее, да? Да, у нас мы живем на окраине, у нас хищная птица есть, ястребы. Вот летает какой-то птица, кружит. Тут таких много, и больших, и маленьких. Не только вороны, очень хитрые и умные птицы, тоже может быть на дворе делов много. Вот от них, от всех. Если бы помельче было в ячейк, то и воробьи в них подали. Лучше помельче делать, да? Лучше помельче. Воробьи прилетают воровать. А это наш котик. Вот он услышал, разговор пришел. Умница. Он у нас умница золотой. Живет во дворе, в дом не заходит. Все птицы, сороки, вороны, он им всем показал их место. Они же какие-то старые сороки, например. Он их одну с другой кладет. Только два пера увидим больших с хвоста. Больше ничего не осталось от сороки. Все. Мышей, змейкли, ящериц. Всех положил. Навел полный порядок. Чужой кот пришел, на него похожий. Эх, у них была война. Вот это было крико. Я бежать, куда его спасать, не знаю, где его не найду никак. Отвоевал территорию. Хозяин. И вот, только я пережал, будет кот жить, как он у нас завод металлический, как он будет из них выходить-то? Где ему ходы сделать? Везде нашел выходы. Вылазит, залазит со всех сторон, у него нет проблем. Вот такой. Умница, молодец. Нигде, нигде не нагадит. Все очень аккуратно. Бабуля его кормит, корм покупает, а он все равно все, какая-то живность всех мышей, всех. Какие-то эти кроты, какие-то там еще землеройки. Всех-всех-всех аннулировал полностью. Умницы. Я его очень уважаю. Я его очень уважаю. Но они все любят бабулю. У нее еще кошку, она еще завела, недавно. Собака, другая собака, она выходит, они все ее облепят, и идет борьба за место. Кто у коленок, кто на коленках. Чтобы всех гладить, надо всем внимание оказать. Все. Дружок с дружком. Опа, яблоко где-то нашел. Собака ест яблоко. Ну, надо же, собака ест яблоко. Ну, что, у каждого свои причуды. Она их мерит. Ну, сначала вы говорите, теперь она их примирила. Они, аккуратно себя ведут. Все по-хорошему. Зимой это на сеновале. Он наверх сено ляжет, там тепло, и он греется на солнышке, там находится, но туда все-таки прорываются мышки. Он тут же их мясо использует по назначению непосредственно. Но ему другие шабашки попадаются тоже. Он очень умница у нас там. А если ему кажется холодным, пойдет в сарай залезет, как овцам. Там у них будет спать. В кормушку залезет. Но он не породит, это просто кот, да? Ну, не просто кот, а главный кот. Не к тому, что просто можно взять кота, который просто кот, и он будет нормально служить. А вот породисты, они искусственные. А это все естественно. И лучше всего кошка не брать, а они сами приходят. Лучше в доме кошки, а то придут сами. А у нас наоборот ушел кот куда-то. И это говорит, что они очень чувствуют, они знают свое место каждый. Если ушел, значит, не его место. Нечего мучить. Вот. Но лучше вот не породисты. Вот они, как сказать, дворняжкой назвать, что ли? Нет, но такой важный, но такой важнецкий. Рыжий на зеленом. Он порядок держит. У него все под контролем, а я прихожу, вижу, он меня встречает. Мяу. Ага, все в порядке, молодец. Ухожу. Остаешься за главной, за бабуле следи. Все, мяу. Все, понятно. Здесь у нас зона костровая мы называем. И здесь мыслилось, вот, специально вниз сделали, чтобы костер горел, не раздувало сильно его. Вот, стек воды, дрова, и закрыт, та сторона, которая ветрена. Вот, присесть, у костра с бабулей посидеть, повздыхать, молодость вспомнить, а внуках подумать, чай попить. Это самое удобное время, это, конечно, не лето. Это весна, когда еще нет жары, и сейчас особых дел нет. Вот, вчерком сесть, костерок горит, и мы чайком сливалуемся. Или осенью, когда уже вот этот город закрывается, все складывается в погреб, видно урожай какой был, и заодно про урожай жизненный подумать. Удалось из-за жизни какой-то путный урожай собрать, или нет. Поэтому для благодарения Богу и для покаяния хорошее раздумие. Во время, если в жизни тоже своя осень наступила уже, если не желтые листья, то белые волосы. Они заставляют думать об этом. Вот для этих вещей. То есть здесь просто костер, да? Костер, да. Не то, что там шашлык здесь жарит. Нет, 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 это костер. Он ведь там снизу поддув, тут просто дрова, просто горит, просто огонек. Просто вот такой душевный отдых. Теплый душевный отдых. Вот посидеть с бабушкой. Ну и с лучатами, конечно, тоже. Огород у нас начинается вот с бабушкиной теплицы. Теплицу надо иметь, конечно. Погода разная бывает, и она с весны до осени здесь выращивается у нас. Последние года, как я стала замечать, погода нас не очень радует. Или жара дикой, или дожди, или холодно, или ветер. И когда в грунте все растет, это не очень хорошее получается качество. Плоды часто могут загнить, особенно к осени, или не вырасти в росте, отстать. Ну, понятное дело, тепличные условия, есть тепличные условия. Вот теплицы тоже вот делают. Вот иногда вот ее такой, как бы сферическую делают. Вот эти края очень неудобные. На них подлижешься не делаешь. Вот самый удобный вариант. Прямые углы. Прямые углы. В рост входить, без всяких нагибок. Мы ее не покупали. Это стройная теплица. Как раз сделали под наш размер. В длину она 10 метров. В ширину она, ну, метров 5 с половиной, может быть. Теплица очень важна. Вот что. Вот если у нас, если мы посмотрим, вы это увидите сейчас. Вот, что хочу показать. Это запирочки. Каждый этот вот лист, он снимается и убирается. Они внахлёст, как череплица идут. И в зиму, в течение 10 минут, вся крыша снимается и убирается туда, в пристройщик, в теплицу. И это все открыто будет. Зимой? Зимой. Это чтобы снег не провалил. Это чтобы... Крышу не испортил. Главное другое. И чтобы снег сюда. Землю лёг. И землю обогатил. Это влага, и это ещё и удобрение. Если это не открывное будет, земля потихонечку превратится в мёртвую. Её нужно будет всё убирать, завозить новый. Это мука. Нарушен естественный ход. Ну и кроме того, я знаю, что когда снега много, то крыши проваливаются часть. Тоже может быть. Но главное всё-таки вот это. Чтобы земля была плодородной, а не умирала. Это главное для чего. Здесь вот снега прям бывает, ну, вот по поясу мне может быть, метр такой покров. Даже больше, чем в огороде. Весной он тает, всё уходит в землю. И из-за этого земля не пересыхает. И она вот такой вот большой фракции. Если у вас в теплице не будет снега, то земля будет пересыхать. И через 2-3 года может стать такой пылью. Придётся заменять грунт. Какой-то огородик есть, начинаете разрабатывать землю. Тоже взять все 40 соток засадить, упасть, не имея опыта, не стоит. Завести с малого небольшие грядочки сначала. Вот необходимых. Стол, что это? Огуречек, помидорка, перчик какой-то маленечко, да? Лучок, редисточка. Это немного. Эти грядки какие размеры? Хватит. Да, картошечки. Посадить сначала картошечки. Сколько получится. А потом уже видеть своей семье, сколько на год уходят картошки. Тоже это вот. Вот тут на год хорошо бы, да. Сажаю перчики в лунку. Вот так вот ставлю перчик. И кладу яйцо. Это то, что осталось после инкубации. Где-то был неоплод. И таким образом аккуратно засыпаю. Вот какой большущий. Какой красивый. Стенки такие толстенькие, плотные, мясистые. И довольно-таки тяжелый такой. Ух, великанчик такой. Это нужно пропало травку убирать вовремя. Куда ее выкидывать? А вот лучше ее направлять, превращать траву в мясо, например. Вот через животину скидывать им. Особенно летом. Чтобы они это ели. А там у нас дальше как бы комнатка сделана, продление. Тут свет подведен. Ну, если вот вечером что-нибудь повозиться. Ну, пришли гости в ночь. Надо огурцов. Сюда включительно пришли. А здесь комнатка у хозяйки. Вот она здесь у нее. Всякие баночки. Столик что режет? Ну, что тут режет здесь? Здесь выход в огород. Очень удобно. То есть вышел не в огород. Здесь у нее тоже вот вода. Бесплатная. И платная. Бесплатный вот ваке. И платный вот водопровод летом подключен. Здесь у нее дела делаются свои. И плюс все эти вещи. Это у нее вот для этих, для растений всякие. Подкормки, прикормки. Вертикальные грядки я купила несколько лет назад. Но под грядки они мне не понравились. И я вот таким образом на лето вешаю сюда в теплицу. И использую как кармашки для всякой всячины. То есть вот такие кармашки, как сейчас говорят органайзеры, очень мне кажутся удобными. И они всегда под руками. Там тоже бак с водой. Вот бак с водой. Сейчас вода тоже стоит деньги. А это бесплатная. Все, эту воду собираем. Там бак с водой с крыш. Крыши большие все собираются. И все на полив уходит. Тоже, кстати, вот опять бак. Кругом баке полной воды. Если поливать. Все лето ведь копейки не платим за полив. У нас все лето бесплатно. И то, что вода же, она отстоявшаяся, да? Она же другая. Согретая. Во-первых, теплая сразу в корни идет. Холодная она обжигает корни. И во-вторых, с неба она со всеми минералами полезная. А в водопроводе, высосанной из земли, фильтрованной. Если языком старым сказано, тут живая вода, а из крана мертвая. Лучше живой поливать. Здесь бесплатно, там при этом платно. Мертвую, за мертвую платят деньги, а живую бесплатно. Да. Ну и те, кто молодые, конечно, помните, вот что еще. В городе дети – это просто тунеядцы. Не в плохом смысле. Ну, они едят то, что им родители заработали. А в деревне дети могут и должны быть кормильцами. Мы идем за грибами. И собак у нас сегодня три. Ух ты! Смотри, какой огромный. Ох, это зонти. Это мои тут еще. Да, вижу, вижу, маслята. Это маслята. Поэтому приучать деток, не только на себя вешать, и грядочки прополоть, и полить, и ягоду собрать, и курочек покормить, и яичку из куалетника принести. Это облегчение себе приличное. А детям вместо игрушки не тяжело. Мы говорим, наши кролики. А здесь вот у них летние клеточки. Они немножко другие, поменьше, короче, их отдельно. А это побольше с маленькими кролятками они. Булочка становится булкой. Как вон, как мама ухаживает за дочкой. Ой, ой, ой. Вот им жарко. И вот делали такие штучки в подвеске. Вот, я специально, что тенечек. Ну, воздух ходит, но тенечек здесь. Ну, и навес, чтобы тенечка была. Ну, и дождь не попадал прямо. А это уже большой, такая кабаклетка тоже. Верх клеточка, бока на полу тоже клетка лежит. Они иначе будут копать. Эх, подрызь бы, к ним пролезь бы. Эх, эх. Так, зай, ты мне сейчас тут накопаешь. Здесь молодняк подрастает. Вот они здесь у нас живут. И тоже, чтобы тенечка была там, вон, у них. Где они, в случае дождик, спрячутся. И вот тут остатки пирштов, ветки всякие. Обгрызали, траву обгрызают. Сегодня они тоже получат свое. Принесли мы с мусячкой травочку. Булочка, а ты что там лежишь? Булка. Булочка, иди поешь травочку. Иди, да. А вы со шкурой что-то делаете? Когда вот мясо? С овечьей шерстью, с пером птицы, шкурами кроликов делаем вот что. Кидаем в яму. А почему? Никто не выделывает. Сейчас это уже заброшено. Сейчас нет специалистов. Не хотят это делать. В наших краях так, в данном случае. Опять повторюсь, все вот под крышей подъедено. Да, это очень важно. И всякие вот, чтобы вода не впадала, вот всякие стоки сделаны для весенней воды, ну и на случай серьезного ливня, чтобы от них она не впадала, нигде болотами не стояла, нигде луж. У нас луж нигде нет вообще. Все уходит за пределы дома и уходит там у нас вон канавка, в овраг. Ну то есть, когда ты устраиваешь себе хозяйство, нужно заранее все это продумать, где какие канавки. Во-первых, сток, как будет. И в случае ливней, и в случае таяния по весне, чтобы куда уходило. Не в подвал, не в сарай текло бы, а уходило бы именно бы вот там, где ей помешать. Или наоборот, там, где нам нужна будет вода, например. Ну, какой-то искусственный даем сделать, например. Люди, вон, что и карасей держат, ведь. А если водоплачет птиц, для нее, например. Вот очень интересная штука. Сейчас уже это мало кто делает. А раньше было. Ковры сушили. А надо сушить и одеялы, и подушки, матрасы. Летом, чтобы прокалить. Вот это здесь. На этой вещи. Здесь, в саду, на солнышке. Вот проходим дальше. Здесь у нас овечки. Мы держим овец. Самое удобное, самое выгодное, самое легкое из всех скотин, которые только есть в нашей полосе. Все остальное сложнее, остальное труднее. А это никаких проблем, очень легко и просто. Вот они у нас здесь зиму стоят. Лето мы сейчас на летней карте. Мы посмотрим, а это вот зимой. Из кирпича сделано, вытяжки, воздух, продух на лето. Сушить. Все вроде сушат. Вот теперь сколько живем здесь? Четыре года. Четыре года полы не меняли. Раньше, когда переехали, жили в Болгаре, мне сказали, продухать в сарае никто не делает. Да ни к чему. Четыре года не выдерживали полы. А вот здесь сделали. Хотя поверху. А лучше по низу, под полом еще. И вот четыре года стоят. Даст Бог еще. Посмотрите, сколько? Посмотрим. Раньше три-четыре года было. А теперь уже четыре года прекрасно стоят. Но влага не застаивается, потому что, да? Да. Все. Уходит и не гниет. Все. И вот в течение лета все это высыхает окончательно. Мне кажется удобно. Что вы кричите? Да. Что? Баранчик, баранчик. Что вам надо? Посыпочку дать, да? Посыпочку дать. Ну, сейчас я вам дам посыпочку. Дверь вот такая прозрачная, чтобы свежий воздух шел у них. Металлическая сидит. А то гниет. Это вот два закуточка, родильное отделение. Здесь ягницы и несколько первых дней с ягненочками здесь, чтобы к маме привыкли ягненочки. Маленький мой мальчишечка, как у себя дела? Как у твоей мамы с молоком дела? Вот. И, ну, думается, может быть, мы держали коз. Может, палочка козочек все-таки какой-нибудь нубийской породы или англо-нубийской. Вот палочка здесь. А вот очень простая скотина, когда с птичкой уже руку набили, это овечка. Доить не надо. Летом кормить не надо. Корму она находится сама себе. Это что нужно только... Вот мы стрижем раз в год. Весну. В тепло. Стрижем. Осень даже не стрижем уже. Шарь девать некуда. Не нужна. Так-так все в яму, в огонь. Поэтому не стрижем. Где-то менять сами. А по весне я стрижем. Вот. И там уж какой ход никакого. А они летом здесь вообще не находятся? Только зимой? Нет. Это в период, когда кормим их кормом. Сухим. Сеном. То есть в период зимы. А остальное сейчас мы увидим, где и находится летом у нас. И вот здесь у нас летом. Зимой-то они там стоят. А летом, чтобы запаха не было, где-то не было. Вот они здесь ночуют. Вот здесь у них жары нет. Свежего загуляет. И одновременно закрыто от дождя. Здесь вон вода подключена. Вон там у них стоит емкость. Это из водопровода. Это за деньги. Это питьевая вода. То есть дождевую они не будут пить? Да, нет. Ну, они могут, но лучше, ну, нет, нет, не надо. Здесь, если овечка объягнется летом, вот ее также оставляешь здесь. Она тут с ягненочком. Они спят прямо вот здесь, да? Прямо здесь. На земле. На земле. Им ничего не надо летом. Никаких проблем. Полов здесь нет. Гнить нечему. Металл все под крышей. Здесь живые колем, скажем, их овечка. Вот этот столик, на который стрижем овец. А если колоть, закололи, вот пяльцы. Там вот этот механизм опускаем. И подвешиваем, обрабатываем тушь. А по количеству времени, сил, затраченного на обслуживание баранов? Летом, зимой, летом. Так. Утром выхожу, открываю, выпустил. 7 минут с ходьбой. Утром, вечером запускаю, воду наливаю. Минут 10. 17 минут сутки. Тут стоят, домой хотят. Мои хорошие. Белки, белки, белки. Идите, идите, белки. Полетели. Раз в неделю все-таки маленько подмести. Ну, подмести сколько здесь? 20 минут. Раз в неделю. А вот навоз их убирать не надо? А вот подмету. А, подмести. Подмету, в сторонку раскидай, все, его нет. Ну, тут раз, как-то за все лето, кучку собрал, телесочку отвез. А зимой? А зимой они встают в карде, там, значит, днем почистить полы, до стену воды. Это все-таки минут, наверное, 30 уходит. И вечером, там подмести уже немножко, там только то же самое сделать, напоить, накормить. Это минут 20. 50 минут зимой, 17 минут летом. Смешно. Но зимой это сколько месяцев? У нас, вот как они здесь стоят, и вот каждый, вон они, кстати, будут подойти посмотреть. У нас 7 месяцев это лето. То есть, начало апреля, а дальше, ну, и в ноябрь заходит. Ну, если теплая весна, теплая осень, 7. Если нет, 6 месяцев. Вот они. Половина. Половина. А обычно больше. Вот открываю, и вот накарду. Вот они здесь ходят у нас. Вот травки щиплют. Одна карта, там вторая. Вон одну вижу. Вон вторая. Вон, видать, легли там где-то. В том году было их почти 40 голов. В этом году около двух десятков всего. Лишнего. Не проедаем лишнего. Все. Жена, вот говорю, птица и кролики. Кролики бы никому не советовал держать. Почему? Ну, они едят на дню два раза. А овцы все лето едят, траву ходят. А тем надо принести, за ними чистить. А эти вот не чистить, не кормить фактически сами себе. Очень удобно. И кролики, они хоть и многоплодные, но они, если какая-то маленькая зараза, они все передохнут махом. А эти вот неубиваемые фактически. Не болеет? Нет. Ну, нет. Идельбаевская порода, да, вы говорите? А у нас, да, они разные есть. И дворняжки простые, очень хорошо переносят все. А вот идельбаевская порода, это они баран за полтора года, 120 килограмм, 60 килограмм мяса с салом, курдюком. Объедательные вещи. Сегодня пятница, но от него удастся попробовать. Если бы была бы не пятница, попробовали бы. Вот. Очень вкусно. Я ем это дело, как едят на Востоке. Вот мне жена в рукаве, так называемый, сделать специями. Я открываю. Там уже натопилось вот этот курдюк. Хлеб макай в курдюк. И мясо ем. И аккуратно поливаем жиром, вытопившимся из баранины. Аромат! Мясо с овощами при желании. Можно посыпать зеленью. Я посыпаю луком. Петрушку отец не любит, но лук более-менее ест. Красиво, вкусно и полезно. Вкусно. Вот теперь уже сколько держим, дельбаев мы? Пять лет, пока не приелись. Приехали недавно семья у нас в общину. Они говорят, мы не вычеркнем баранину. И вот они попробуют дельбаев. Говорят, заведем. Теперь заведем. Но они любят баранину часто, потому что запах такой. Вот у них нет этого. А здесь нет, да? А потом еще, кстати, русские не очень разбираются в баранине. А вот мусульмане, я знаю, среднеазиатские, татары у нас, они лимфоузлы вырезают. Они знают, где находятся, вырезают, запах пропадает сразу. Это когда колют уже? Да, нейтрально. Потом колоть надо уметь. Еще, особенно барана. Явца барана. Да явцу надо правильно колоть. У многих колют у нас голова вниз, чтобы происходило. Вот баран колет, голова вверх. Потом отрезают в мужскую красоту. И пусть это разворачивают. Чтобы всякие железные секреции не дали в организм. Вот все эти запахи. Это небольшой навык. Небольшой навык. Они ягнется в разное время года. И гулять в разное время года. Вот у нас был, например, шесть овец и мой баран. И от шести овец ягнята. Маленькие, средние, большие. Нужно мясо. Взял, заколол. Время прошло, другие подросли. Это не нужно ждать осени, зимы. Во-вторых, заколол быка, свинью. Это куда класть столько мест? Ну, в морозине какие? А овца 25 килограмм-то? 20 килограмм-то? Да и ну это в холодильник просто утиснешь. И очень удобно в этом плане. Вот сейчас вот часов 8 вечера. Мне нужно будет, ну, минут 10 времени. Я подойду сюда, так скажу. Крикну. Они побегут ко мне. Ну, как же, потому что они живут, должны знать. Вот сейчас, видите, даже не шевельнулись. Раны еще? Нет, они в свое время знают. А вот часов 8 позову их, то говорю. Эй-дэ, эй-дэ, кишкинэй-дэ. А они уж бэ-бэ, бегут, все. И только водичку наливаю, и все, проблемы нет. Но сейчас они раны не пойдут. Но я знаю в свое время. А вот сколько нужно площади для того, чтобы посадим баран на земле? Не знаю, Толь, совсем не знаю. У нас вот это бы не надо бы, просто ходили. Ну, они вот сбегут к соседям, в огород друг залезут. Много старушки плохо огорожены. Вон там поля. А когда она сейчас срывает зерно, она чует, уходит в поля, потравит. И чтобы неприятно с ней было, вот так огородили. Огородили, сколько вот взяли. Зять взял, что-то 2,5 гектара, что ли. Но мы только половину огородили. И этого, и с избытком. Но я все надеюсь, я говорю, что может быть, козочек еще заведем. Интересные породы, нубийские. Они побольше доят. У них жирность молока очень большая. И своеобразный ореховый привкус молока. Как топленка, как будто хотелось бы, может быть. И вот тогда, может, побольше-то надо будет. Сдольная скотина – это тоже удобно, выгодно. Корова, она сложная. А вот коза очень простая. Но там нужно каждый день, утром вечером подоить – это время. Молоко собрав, его нужно припутить. Что не выпивается, в творог вовремя, чтобы не перекис. Сметану вовремя взять – это уже сложность. Это лучше не сначала, это на потом. Знаю семью, которые начали с козы для детей. На второй день сдали. Уже на второй день сдали. Вот так вот. Это сложнее. Но они же не всю траву едят, вот полы не едят же. Бельбаевская порода? Да. Если есть – выбирать – выбирает. Если нет – выбирать – будто есть черенят лопаток. Все съедят. Вот к осени ближе, вон колючки все съедят. Всю крапиву. Мороз первый раз ударит, крапива. И они ее будут только выбирать и есть. Каротин набираться, богатейшим содержанием. Все подъедят. Нет, больно хорошо. На весь год хватает мяса. Ну что, вот десяток голов баранов, полторы десятка кур. И вот у бабушки три кролика крол. Три крольчихи крол. Повторюсь, ну пять месяцев в среднем году – это посты. Это надо выкинуть. А остальные с избытком. Детям отдаем. Хватает. С избытком. И опять повторюсь. Бесплатно, повторяюсь, бесплатно. Да, покупаем корм, но все это купается в разы. Очень удобно. Если вот посчитать, сколько мы, люди зарабатывают денег на продукты, тратят, покупай химию. А это натуральное. Не сравните. Почему-то городскому жителю кажется, что это очень сложно. Бараны, их там надо. А мне сложно, например, за руль машина сесть никогда не садиться. Для меня это прямо кошмар и ужас. А вы рулем даже не замечаете, как это делать. Так и это. Вот сейчас я говорю, я же не приврал. Семь минут утра, десять вечером. Ну что это такое? Между прочим, просто так же, прогуляться маленько. Просто ногами пошевелить. Вот шикарство. Нет, ничего трудностей никакого нет. Ну а то, что никуда не уедешь, надо же постоянно быть привязанным к животным. Нет, неправда. Нет такого? Можно оставить их? Конечно. Вот. Кур, я сказал, к ним можно вообще приходить раз в несколько дней. А не, я это буду класть и класть. А там корм побольше насыпал, воду налил. Раз в три дня, запросто, четыре. Овцы, вот летом. Так вот, их хоть и оставляй здесь сейчас. Только воды дайте попить, выносить. Все. Ну а в деревне все равно люди живут, приспосабливаются. Соседи, кто ли, родственники или знакомые. Живем рядом. Ты поешь, я у тебя посмотрю. Я поеду, ты у меня посмотришь. Так и живем. Да нет, нет такого. Нет такого. Не чувствую. Вот мы живем у нас, получается, как я с супругой, дочка, зять, внуки. Они уезжают, мы остаемся. Мы же им, они остаются. Нет проблем. Кто другие? Да нет, нет. Жить с людьми по-доброму. Всегда есть с кем договориться, посмениться. И прямо же здесь, под крышей, хозяйственный двор. Вот эта вот дверка с улицы. Когда дрова привозить, сено, навоз вывозить. А тут вот крытый двор. Вот в нем все у нас. Сеновал, сено. Прямо здесь. Вот я прихожу, вот почти вот так. Взял сено и бросил в овцы. Пошел ловец кормить. И я тут за ним хвостиком хожу. Шпионю. Сено вот так вот надо растрясти им аккуратненько, чтобы кучкой оно не лежало. У них же рук-то нет. Недавно в комментариях, ну, мои слова были такие, замечаемые, в Сибири был. Лукавит, батюшка, лукавит. Как это мясо бесплатное? Они же сено, сам говорил, покупают. Зерно тоже надо купить. Лукавит. Не лукавлю. Бесплатное мясо едим. На самом деле. В прошлом году, говорю, сено купили на 19 тысяч, зерна купили на 21 тысячу. 40 тысяч. Но мясом, сколько мяса взяли? В общем, мясо на 200 тысяч получилось. Если мы продавали бы, то мы не продавали себе, детям. То есть, если мы продали бы, мы 200 минус 40, 160 плюс. Ну, как же, не бесплатно, значит, с выгодой. Конечно, затраты есть, но они себя купаются многократно. И вот здесь, вот, видите, тут у нас инструмент тоже, вон, всякий, вот. У хозяйки здесь вот столик, она, вон, своим кроликам, птицам, что это режет, траву, там, и чолик. Все это вот здесь, дрова лежат. Вот это здесь обязательно для света сделано, карбонат, окна. Вместо окон светло. Нет нужды зажигать свет. Ну, когда уж совсем ночью, из пяти, ну, как исключение, свет есть, ну, как исключение. Форточки, и напротив другая, что тоже очень важно. Зимой, зимой скотины стоят дышат, здесь тепло, даже вот здесь тепло, просто металл. Курица, овца, самое простое, самое удобное, самое незатратное и самое легкое в обслуге. Поэтому у нас, думаю, вот на этой скотине мы остались, хотя держали все, четко не держали. Остановились на этом, как самым удобным, самым простым и самым выгодным. Здесь у нас беседочка. Для того, чтобы вид был красивый и чтобы можно было бы посидеть, полюбоваться, а нам ее подняли второй этаж. Здесь вот у нас такая беседочка. Вот, посидеть тоже, электричества нет, типа лампадочки такой, не заказала сделать. Огонек живой и тоже для чаепития. Или чего? Вот, любоваться на красоты. Волга. Прошлый год с Сан-Георгием, с другими были, сидели пили чай и смотрели, как баржи идут по Волге, огоньки. Мы здесь купаемся, когда вода прибывает, но здесь все равно не глубоко. Так, идем, 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 долго надо идти, чтобы дойти до воды. Но зато детям здесь, как в роскошных спа-отелях, красота. А вот сейчас липа отцвела, отцвела липа, вот липа здесь, это запах цвета липа здесь, чего только стоит один. И вот тут дальше видно лип, там он домик, девочкам нашим внучкам сделали, там еще он из жилья такой своеобразным там беседочка, там качельки будут и специально так, чтобы у нас в селе мы сделали для всех. А это как в нашем уголке, чтобы, ну, приходили другие дети тоже вместе, чтобы было возможности, ну, вместе общаться, играться. И под липой, как под естественной беседочкой, в тенечке, хорошо. И здесь же вот два шага, вот Волга. Сделан спуск, туда ходим купаться, сделать летнее нечто в своем доме, где можно было вот чай попить, посидеть с костями, подышать аромат. Вот когда солнце заходить, прохладно начнется, запахнут травы по сому. Вот тут, да, тогда здесь будет рай пресветный. Какая красота! Солнце уходит, и красота на небе, и тишина на земле. Господи, слава тебе!